Эфир телеканал РБК продолжает программу интервью. Я напомню, сегодня мы работаем в нашей выездной студии в городе Минск, где проходит бизнес-форум «Россия, Беларусь, Башкортостан». И гость нашей студии сегодня – представитель Республики Башкортостан в Республике Беларусь Константин Климин. Константин, приветствую вас. День добрый. Ну, достаточно давно работаете здесь в Минске, в Беларуси. С вашей точки зрения, насколько эти отношения, которые строились достаточно давно, на сегодняшний день выстраиваются? Динамично ли идет работа? У нас есть несколько инструментов. Как вы знаете, это регулярная рабочая группа, которая с нашей стороны руководит первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Руслан Хамитович Муратов. Со стороны Республики Беларусь – это руководитель концерна «Белнефтехим». Это очень действенный инструмент. На самом деле, у нас достаточно активно и Раивы, и предприятия предлагают инициативу о включении в обсуждение в рамках рабочей группы и с последующим включением в дорожную карту тех или иных решений с закреплением с двух сторон, собственно, не только ответственных, но и, собственно, инструментариев для реализации тех или иных договоренностей. Как мы сегодня уже слышали при выступлении Радио Фаридовича Хабирова, уже порядка 40 договоренностей было выполнено на текущий момент. И это очень активный и, скажем так, живой инструмент, который пополняется новыми проектами. И буквально вчера мы провели ряд встреч и с собственниками некоторых компаний, и у нас есть перспективы для расширения сотрудничества с Беларусью, в том числе и по инвестиционной составляющей. Я на данный момент, как в Беларуси принято, не буду раскрывать все секретов. Я думаю, что в перспективе однозначно это будет заявлено в следующих форумах. У нас есть Международная неделя бизнеса, такие площадки, как инвестиционный форум в Сибае и, опять же, активное участие Республики Башкортостан в российских форумах и международных форумах, например, Петербургский экономический форум. Я думаю, что к тем будущим форумам мы обязательно подойдем к подписанию уже тех соглашений, которые будут действительно реализованы в Республике Башкортостан. На сегодняшний день в рамках текущего форума планируется подписание более 10 соглашений, в том числе и соглашения о намерениях, и намерениях в том числе реализации инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Как уже сказал, это будет первый шаг для того, чтобы мы уже вышли на конкретное соглашение с прописанием активных действий со стороны как предприятий Беларуси, так и предприятий Башкортостана. Константин, а я вспоминаю международную делу бизнеса в прошлом году, которая в Уфе проходила. Вы как раз-таки на у нас интервью говорили о том, что есть соответствующая компания, которая хочет налаживать в Башкортостане производство аккумуляторных батарей. Насколько вот здесь вот тоже этот вопрос двинулся, потому что мы его анонсировали, и здесь в Беларуси как раз-таки тоже обсуждение продолжалось. Вы знаете, мы буквально через несколько часов будем подписывать соглашение о намерениях по производству промышленных аккумуляторов в Республике Башкортостан с инвестиционным проектом более 40 миллиардов рублей, а также производство для аккумуляторов сепараторов. Сепараторы – это та деталь, без которой невозможна сборка аккумуляторов. Сейчас в Республике Башкортостан, в России, в СНГ не производится данный продукт. Это полностью импортная составляющая. Ну, есть небольшое производство в Российской Федерации, но оно покрывает лишь потребности одного завода. Порядка 7% российских потребностей сейчас есть покрытие. При этом при всем сырье для этих сепараторов также закупается за границей. Мы планируем, что это будет производиться в Республике Башкортостан с покрытием всей потребности СНГ и с возможностью расширения производства для импорта за территорию СНГ. Кроме того, для того, чтобы производить данные сепараторы, в Республике Башкортостан из шести основных позиций производится или планируется к производству пять. Тем самым добавленная стоимость и эффект данного производства будет очень экономически эффективно иметь отражение на экономике Башкортостана. То есть это и рабочие места, и добавленная стоимость, и производство сырьевой составляющей. Как уже сказал выше, у нас будет условно полный цикл. Но если говорить о сферах сотрудничества двух республик, Башкортостана и Беларуси, мы помним, что оно всегда базировалось на трех, промышленность, культурно-гуманитарное, ну и, соответственно, сельское хозяйство. Сейчас это как-то претерпевает преобразование, или мы продолжаем в этих приоритетных для двух регионов направлений двигаться? Ну, в принципе, это основные направления, как уже правильно было замечено, и мы их стараемся насыщать, расшивать, собственно, расширять уже текущие договоренности, которые есть. Ну, я думаю, что у нас в этих даже трех направлениях еще очень-очень много работы, и проекты, о которых вы услышите позже, сейчас в разработке. Ну, и последний вопрос задам тогда относительно вот как раз-таки работы вот этого института представителя Республики Башкортостан в Республике Беларусь. Не так давно было это и введено, но, тем не менее, вот вы этот пост занимаете. Понятно, что, может быть, не говорю, что нужно нахвалить на себя, но, тем не менее, вот все-таки работа вот такого института в стране. Насколько вам кажется целесообразным? Хватает ли вам инструментариев в том, в том числе, не каждый регион подобным обладает? Но вот у Башкортостана есть такой представитель Беларуси. Вы знаете, ну, собственно, как вы правильно заметили, судить не мне, это вещь субъективная. Однако ряд руководителей и представителей руководства посольства Российской Федерации в Беларуси и торговое представительство Российской Федерации в Беларуси отмечают, что этот институт нужен, и что он имеет эффект, и они его видят, в том числе в рамках межрегионального сотрудничества, укрепление взаимосвязи Российской Федерации и Беларуси на примере Башкортостана. Желаем вам удачи в вашей работе, потому что работа действительно легкая, но, тем не менее, очень нужная. Я напомню, вместе с нами сегодня был представитель Республики Башкортостан в Республике Беларусь, Константин Климин, ну и смотрите РБК, будете в курсе событий, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин